Девять кандидатов на должность губернатора региона уже подали необходимые документы в избирательную комиссию края. Сейчас они проходят муниципальный фильтр. Выдвижение закончится 17 июля. Также с 24 июня регистрацию проходят кандидаты в Краевую законодательную думу. А 4 июля началось выдвижение кандидатов муниципального уровня. Судя по городу Хабаровску, очень активно с первого часа кандидаты шли. Для себя отмечал, на 10 часов пришло уже больше 5 человек, на 11 часов больше 10 человек уже принесли документы на выдвижение. Хабаровский край – единственный регион России, где в этом году проходят такие масштабные выборы. Избиратели будут голосовать за губернатора, депутатов регионального парламента, мыра Комсомольска, депутатов городских дум Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Также в Крае пройдет несколько десятков выборов органов местного самоуправления. На участках в некоторых населенных пунктах избиратели получат до 6 бюллетеней. На ближайшие годы мы создаем своим выбором, своим решением, по сути дела, систему исполнительной законодательной власти. Как мы выберем, кого мы выберем, так мы и будем жить. О подготовке к единому дню голосования говорили на экспертном круглом столе. В нем приняли участие представители Краевой избирательной комиссии, общественники, а также ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Таченов. По его словам, нельзя принуждать избирателей голосовать по месту работы. Вы лишите людей права голосовать на местных выборах. Потому что округа могут не совпадать, где он живет, за депутата горсовета и так далее, с местом, где он работает. Не надо этого ни в коем случае делать. В Хабаровском крае выборы будут проходить с 3 дня, с 6 по 8 сентября. В регионе впервые можно будет проголосовать электронно на портале госуслуги. Сделать это смогут не больше 50% избирателей. Анастасия Привецкая, Вячеслав Гирич, Большой город.